Павло Коэлли Павло Коэлли Павло Коэлли Павло Коэлли Павло Коэлли Притча от Павло Коэлли Масло в ложечке Один торговец отправил с его сына узнать секрет счастья у самого мудрого всех людей. Юноша сорок дней шел через пустыню и, наконец, подошел к прекрасному замку, стоявшему на вершине горы. Там и жил мудрец, которого он искал. Однако вместо ожидаемой встречи с мудрым человеком наш герой попал в зал, где все бурлило, торговцы входили и выходили, в углу разговаривали люди, небольшой оркестр играл сладкие мелодии и стоял стол, уставленный самыми изысканными кушаниями этой местности. Мудрец беседовал с разными людьми, и юноше пришлось около двух часов дожидаться своей очереди. Мудрец внимательно выслушал объяснение юноши о цели его визита, но сказал в ответ, что у него нет времени, чтобы раскрыть ему секрет счастья, и предложил ему прогуляться по дворцу и прийти снова через два часа. Однако я хочу попросить об одном одолжении, добавив мудрец, протягивая юноше маленькую ложечку, в которую он капнул две капли масла. Все время прогулки держи эту ложечку в руке так, чтобы масло не вылилось. Юноша начал подниматься, спускаться по дворцовым лестницам, не спуская глаз ложечки. Через два часа он вернулся к мудрецу. «Ну как?» – спросил тот. «Ты видел персидские ковры, которые находятся в моей столовой? Ты видел парк, который главный садовник создавал в течение десяти лет? Ты заметил прекрасные пергаменты в моей библиотеке?» Юноша в смущении должен был сознаться, что он ничего не видел. Его единственной заботой было не пролить капли масла, которые доверил ему мудрец. «Ну что ж, возвращайся и знакомься с чудесами моей вселенной», – сказал мудрец. «Нельзя доверять человеку, если ты не знаком с домом, в котором он живет». Успокойный юноша взял ложечку и снова пошел на прогулку по дворцу, на этот раз обращая внимание на все произведения искусства, развешанные на стенах и потолках дворца. Он видел сады, окруженные горами, нежнейшие цветы, уточенность, в которой каждое из произведений искусства было помещено именно там, где нужно. Вернувшись к мудрецу, он подробно описал все, что видел. «А где те две капли масла, которые я тебе доверил?» – спросил мудрец. И юноша, взглянув на ложечку, обнаружил, что все масло вылилось. «Вот это и есть тот единственный совет, который я могу тебе дать. Секрет счастья в том, чтобы смотреть на все чудеса света, при этом никогда не забывая о двух каплях масла в своей ложечке». Вернувшись к мудрецу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok